Раскроем сегодня вторую часть темы «Эффективные молитвы». Хотите получать ответы от Бога? В прошлый раз мы говорили о действенной и пылкой молитве. Пламенное моление — это проявление искренних чувств, пост и неотступность. Ты взываешься эмоциями, воздерживаешься от еды, проявляешь постоянство, снова взываешь к Богу. Это мольба с выражением чувств, прошение с душевным подъемом. По словам Иисуса, такая молитва действенна. Мне нужно молиться результативно. Вам тоже это требуется. Есть вторая часть темы, которую еще предстоит разобрать на этой неделе. Будьте внимательны и не выходите из зала, пока проповедь не закончится, потому что это тема воспитательного плана. Бог помогает нам идти за ним. Через проповедь Бог говорит, сделай шаг, чтобы уподобиться мне. Скажите на это «Аминь». Наша тема поможет шагнуть вперед. Вы со мною? Любите меня? После собрания еще раз это скажете. Ладно, проповедь не о любви к пастору, а о Боге. В Иакова есть стих, который мы смотрели в прошлый раз. «Много может постоянная и пылкая молитва праведного». Также мы изучали много других стихов, ключевое слово «пылкая». Но это лишь часть рассуждения Иакова. «Пылкая и искренняя молитва». Написано «много может постоянная и пылкая молитва праведного». Особенная молитва. «Постоянная и пылкая». «Пылкая и искренняя молитва должна вершиться праведникам с целью получить ответ от Бога и сделать многое». Видите эту мысль в стихе? Она есть в том месте Писания. Быстренько посмотрим на другую. Я не имею в виду, что вид праведности, упоминаемый Иаковом, спасает нас. Она обретается только через Иисуса Христа. «Не дела наши делают нас праведными пред Богом, а жертвенная смерть Иисуса». Однако, друзья, мы должны понять, что есть еще вид праведности, в который мы должны ходить каждый день. Это угождение Богу. Он являет нам благосклонность и благословение на пути к жизни, ко всей ее полноте. Эту жизнь приготовил нам Бог. Много кто из вас уже слышал об освящении, о созидании своего спасения, когда делами угождаем Богу. Марк и Чак был у меня дома. Я люблю их, но порой они делают неприятные вещи. Некоторые их поступки заставляют меня ставить им запреты и не давать благословения из-за их поведения. Именно о таком виде праведности говорит Иаков. Там, в 5 главе 16 стихе, под словом «праведный», автор послания подразумевает наши ежедневные поступки. Мы либо угождаем Богу, либо огорчаем Его. То есть здесь имеются в виду соблюдение божественных законов и исполнение заповедей Господа. Если хотите молиться эффективно, то во всех обетованиях есть это. Всякое обещание в Библии имеет условие. Делайте так, и будет это. Если хотим получать ответы на молитвы, молиться нужно пылка. Если хотим получать ответы на молитвы, нужно поступать праведно. Если вы неправедные, то есть не угождаете своей жизнью Богу, то, как сказал Иаков, Бог не услышит ваши молитвы. Об этом мы уже говорили. В 3-й главе 1-го послания Иоанна, так и сказано, 21-й и 22-й стихи «Возлюбленные». Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем уверенность в Боге. Бог желает, чтобы мы с уверенностью приходили к Нему. Это почти как про совершенную любовь из 4-й главы, что изгоняет страх. Весь пассаж посвящен нам, когда мы боимся идти к Богу. Предположим, я возвращаюсь с работы домой, и если мои дети напроказничали, уж точно, ластиться ко мне они не станут. Ведь они знают, сейчас начнутся проблемы. А если они ничего не натворили, то я вернулся домой, и они несутся навстречу. В этом случае у них есть уверенность. Все логично. Мы имеем уверенность в Боге, и чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Итак, Бог говорит, потому что вы соблюдаете заповеди Мои, делаете благоугодное предо Мною. И чего? Не попросите, получите от Него. Чего не попросите, получите. Если мы живем противясь воле Бога, это огорчает Святого Духа, и Бог не слышит наши молитвы. То есть мы не получаем на них ответ. Здесь притормозим и сделаем заметку. Добросовестные друзья мои, если у вас есть стремление радовать Бога и послушаться, но порой Он тотчас не отвечает на ваше прошение или в предполагаемое вами время, «Остерегайтесь думать, должно быть, я согрешил». Такую же ошибку мы совершаем, когда ждем исцеления, а оно не сходит. Мы приходим к выводу «У меня нет веры». Такая же ошибка. Такие обстоятельства не обязательно складываются, когда вы в грехе. Я про неотвеченную молитву. Бог выковывает вас на стойчность. Не думайте, что нет воли Бога, дабы дать вам ответ. Много факторов играют здесь роль. Но и такое может быть. Бог молчит, потому что вы грешите. Суть в том, чтобы не осуждать себя, а всегда задавать себе вопросы, чтобы устранить то, что препятствует получить ответ на молитвы. То есть избавиться от того, что не угодно в нас Богу. Кто из вас хочет всегда доставлять радость Богу? Лично я всегда хочу угождать Господу. Бог желает, чтобы мы исполняли Его волю. В обратном случае наше противление ставит перед нами препоны. Возникают препятствия. Не верите? Начните грешить, делать все, что взбредет в голову, и вы увидите, что произойдет в вашей жизни. Вы все разрушите. Мы же постоянно это видим. Давайте прочтем пару стихов, где говорится об этом. Если посмотреть на 65-й Псалом, 17-го по 20-й стих, тут сказано «Я возвал к нему устами моими». Снова мы читаем о Крике. «Устами моими». Открыл рот и начал говорить. «Я возвал к нему устами моими и превознес его языком моим». То есть Бог был доволен его словами, ему они понравились. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». «Если бы я видел беззаконие в сердце моем». Важно знать об этом. Это соответствует новозаветному учению Иисуса, когда Он говорил, что прелюбодеяние — это не только поступок, но и мысль, с которой оно началось. То есть, хотя ведешь себя ты праведно, но Бог смотрит на тебя, как на грешника, потому что в своем сердце ты лелеешь грех. Можно быть телом в обетованной земле, а сердцем в Египте. Вот пример, понаглядней. Человек научился воле Божией, но сам заглядывается на гульбище грешных и их разврат. «Ах, как хочется туда ворваться, но я должен здесь остаться». Речь о грехе в вашем сердце. Это о грехе в вашем сердце. Может, время разойтись по домам? Как вы думаете? «Не услышал бы меня Господь, но Бог услышал меня». Вот это да. О чем говорит Давид? Конечно, о том, что руки его чисты, он проверил, что все в порядке, но Бог услышал меня, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Почему Бог отвергает наши молитвы? Потому что мы имеем грех в сердце и живем во грехе. Осветим практическую сторону вопроса. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Это что означает? Я считаю, что здесь можно истолковать не только обязательства мужей к женам, но и жен, супруг к мужьям. Если мы относимся к спутнику жизни неправильно и не любим его так, как Бог призывал любить, Господь не услышит наши молитвы. Тогда молитвы не работают. Вспомните цель молитвы — получить ответ. Почему? Потому что греховное поведение, вот когда я вижу, как супруги не хотят прощать друг друга, жена враждует с мужем, что бы там ни было. Те, кто хочет грешить, ведут себя сверхдуховно. Праведными делами они пытаются заглушить угрызения совести. Бога этим не впечатлишь. Иди, исполняй то, к чему он призывает. Такие молитвы бесполезны. Они до потолка. Творящие такие молитвы обманывают самих себя. Иаков говорит об этом, но на это сегодня нет времени. Отрывок есть в вашей распечатке. Посмотрите потом. Человек прельщается самообманом. Многие обманывают себя. Считают, что следуют за Богом, но если поставить их перед зеркалом Писания, то обнаружатся все пороки. А если ты чист перед зеркалом Библии, у тебя есть уверенность. А если грешим, то ты неправ. И Бог отвернется от твоих молитв. Услышь меня. Бог не желает отвергать твои моления. Он желает ответить на них. Опять же, такое случается, что-то сдерживает наш ответ. Я не говорю, что обязательно сейчас это происходит. То есть, возможно, надо дождаться правильного времени или Божьей воли. Допустим, Бог хочет взрастить вас неотступность, что бы это ни было. На то есть, причиной Бог дал мне эту проповедь. Стоит поразмышлять об этом, хорошенько обдумать все. Бог не слышит молитву. Вы осведомлены об этом отрывке. Вторая книга про Липоменон, 7 глава, 14 стих. Эта мысль очень часто встречается в Библии. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего». Писание говорит, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего». Бог говорит, «Хотите, чтобы я вас услышал?» Нам свойственно пропускать первую часть. А вот если хотите, чтобы я вас услышал, да, и исцелил вашу землю, тогда откажитесь от своего нечестия. Вот тогда я услышу вас и исцелю вашу землю. Есть такое представление. Взывай о чем угодно. Но если сердце неправо пред Богом, и нечестие в нем, живем так, что это отвращает Бога от нас, вот тогда он не будет слушать молитвы. Бог услышит молитву, если мы молимся пламенной и живем праведно. Праведность Бога. Я говорю о соблюдении Его заповедей и принципов, а не о спасении через веру во Христа. Я говорю о жизни в этом спасении. Это фундамент, на котором мы стоим, на Его Слове. И основание, на котором мы стоим, то есть Слово Его, помогает нам получать ответы на наши молитвы. Молитвы много чего могут. Молись. И в людских судьбах ты увидишь чудеса. Молись ради Царства. Молитесь за мир, в котором мы живем. Если мы хотим, чтобы Бог слышал наши молитвы и отвечал на них, мы должны испытывать свою жизнь Словом Божиим, признаваться во всех проступках Господу и оставлять прегрешения, делая добро. Жду, пока это осядет вас. Надеюсь, вы поняли. Я решил вывести текст на экран, чтобы вы не смотрели на мое страшное лицо. Якова 1 глава, 22 стих, а за ним и еще следующие три. Мы прочитаем это во второй раз. «Будьте же исполнителями Слова Божьего, а не слушателями только, которые обманывают сами себя». Ребят, не я отписал, а Дух Святой. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркало, он посмотрел на себя, «Отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, того Бог благословит за это. Он благословит вас за это. Здесь Бог говорит, «Если я захочу благословить тебя, я это сделаю. Отвечу на твои молитвы». Мы говорили об этом на двух прошлых собраниях. На небе есть проблема безработица среди ангелов, потому что люди молятся неправильно. Давайте молиться результативно, чтобы у ангелов была работа. У ангелов появится чем заняться? Доставлять нам ответы. Мы читаем в псалмах о служении ангелов. Его служители – пламя огня. Они приходят и служат нам, и помогают каждый день. А вы нуждаетесь в помощи ангелов? Тогда входите в праведности пред Богом. Судите о себе верно и не занимайтесь самообманом. Мы должны научиться исследовать свое сердце и позволить Богу это делать. Мы должны исследовать себя и позволить делать это Богу. Очень важно помнить это. Первое послание. Коринфянам 11, глава 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Это предписание о Евхаристии. Пастор Гейлон провел потрясающую работу, служа в церкви на причастии. Мы исследовали свое сердце. Вечеря – это еженедельное время, когда мы приходим и исследуем наше состояние. Мы здесь не едим, чтобы наполнить желудок, но делаем это, чтобы насытить душу. Это лишь кусочек хлеба. Не знаю, как вы, а я ломтиком не насыщаюсь. А вот краюхой наемся. Очень важно осознавать, что мы делаем. Наставления о причастии, данные Павлом, были очень важными. Это время самопроверки. Не беги от Бога, к Нему мчись. Беги и скажи, «Я все провалил». «Восстанови, пожалуйста». «Господи Боже, признаю вину и отказываюсь грешить». После этого вкусите трапезу Господню. Хлеб – это тело Иисуса. Он простит вам ваши грехи. Пока мы здесь, я вот что скажу. А если вы задумались над своей жизнью и увидели грех, неправедность в сердце, горечь, непрощение или грешите постоянно, бегите к Богу. Мы служим Богу, чье ремесло – прощаться. Вы потерпели неудачу, поэтому не получаете ответа на молитву. Вы живете во грехе. Перестаньте грешиться. В этой проповеди я не осуждаю вас, но хочу помочь. Бог говорит, «Хватит грешить. Выбирайся из трясины. Покинь болото. Я приду и исцелю тебя». Хотя праведник семь раз упадет. Как там сказано? Он опять встанет. «Если вы упали в грех, то встаньте. Поднимайтесь. О, как благословляет Бог, когда я регулярно учу по средам в Инстаграме в полседьмого. И в тот же день всем подключаюсь в Фейсбуке. Если хотите изучать Библию со мной каждую неделю, такая возможность есть, смотрите меня дома». Я говорил о милостях Божьих. Библия говорит, что они обновляются каждый день, ежедневно. Бог никогда не скажет, «Милость моя над тобой продлится четыре месяца». Сейчас речь не о воспитательных мерах, а о милости. Отец пообещал, «Милость моя обновляется каждый день». Между прочим, есть ли благо для меня? Какие есть вообще благословения? «Я прощу тебе грехи и поступлю с тобой не по грехам твоим, а по милости моей». Друзья, не знаю, как вы. Кто же не хочет жить в таком царстве, где монарх просит, «Откажись от зла?» Постарайся понять. Исследуй себя. Отворотись от греха. А знаете что? Вспомним 102-й псалом. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Их уже нет. «Я буду относиться к вам, как подобает. Явлю свое милосердие, ведь я милостив. Ох, как я люблю это. Бог так обращается со мной из-за своей верности, а не моей». Надеюсь, вы услышали, что я сказал. Он сказал, «Я поступаю с тобой так по милости своей». Он благословляет нас прощением грехов, и это здорово. И чудесно. Но это еще не все. Там сказано так. «Исцеляет недуги твои». Так мы продолжаем идти. Если вы попали в яму, Бог вытащит вас. Иосифа бросили в яму. Он думал, что умрет там. Но Бог сказал, «Нет, у меня есть план для тебя. Ты не умрешь». Бог вытащил его из ямы. И снова Иосиф в нарядной одежде. Но был целый процесс. Бог совершенствовал характер патриарха, потому и освободил его не сразу. Иосиф рос духовно. Но Бог сказал, «Я выну тебя из ям, явлю тебе благосклонность, благорасположение Бога на нас каждый день. Я буду благоволить к тебе». Нужно ли вкратце перечислять все благословения? Кто хочет их назвать? Братья, вот какому Богу мы служим. Он исполнен любовью и состраданием. Он не боится сказать нам, «Исследуй себя и покайся». Ведь если читать дальше там сказанном, по этой причине многие христиане немощны. Поэтому многие святые болеют. Поэтому многие верующие умирают. Мы всех стрижем под одну гребенку. «А, вот он умер. Должно быть, опять согрешил». Скажите «Аминь». Люди умирают по разным причинам. Здесь играют роль разные факторы. Смотришь сквозь пальцы на грехи свои, а потом причащаешься. А вот именно поэтому ты и слабый. Поэтому ты и болеешь. Проверьте, что у вас нет этого греха. Вспомни, ты исследовал свое сердце, дабы иметь смелость молиться Богу и знать, Он слышит себя. Следующие стихи из Библии говорят об испытании нас Богом. Бог хорошо испытывает нас. Так? Ну, давайте удостоверимся. Кто-то спросил меня, «Из-за чего у тебя стресса?» «Какие у тебя есть слабости?» Я рассказал. «А у тебя какие сильные стороны?» Я рассказал. А потом тот человек задал те же вопросы моей жене. Проверить, совпадут ли наши ответы. Как пить дать? Ваша жена скажет правду. Но по-доброму в любви, покрывая мужа. Появляются молодцы и говорят, «Я говорю истину в любви». А потом пускаю человека под каток. А это не любовь. Истина и любовь. Любовь всегда покрывает, всегда оберегает, не разглашает тайны, встает на защиту. Поэтому они всегда идут вместе. «Испытай меня». Вот что делает Бог с каждым. Лучше слушать Бога один на один, чем человека, говорящего при людях. Сегодня вам нужно общаться с Ним лично. Ведь я не знаю, что происходит в вашей жизни. Бог знает, что происходит с вами. Это между вами и им. Я вот в сторонке. Это между вами и Богом. Так, хорошо. Сказано, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». «Испытай меня, и узнай помышления мои». «И зри, не на опасном ли я пути». «И направь меня на путь вечный». «Мы должны молиться так день за днем». «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». «Если там грех, есть ли там то, что не угодно тебе, Боже, покажи мне». «И не только покажи, но и научи, что с этим нужно делать». «Научи, как все исправить, покажи, как все исправить». «Возможно, вы плохо обошлись с женой». «Используйте этот стих». «Возможно, вы плохо обошлись с женой». «Бог показывает вам, что вы были бессердечным или впустили в сердце горечь и обиды на мужа». «А Бог вам говорит, распни обиду». «Сходи к любимому человеку и помирись». «Перестань вести себя так». «Ну, покажи им, что ты их любишь». «Подтверди это словами». Что бы то ни было, Бог говорит, «Когда исследуешь свое сердце, я поведу тебя по этой дороге, по древнему пути, по его стезе. И тогда ты будешь поступать правильно». Хотите, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы? Живите праведно, молитесь пламенно. Бог даст ответ, когда живешь праведно и молишься пламенно. Мы должны постоянно испытывать себя Словом Божиим и не защищаться, когда Святой Дух показывает нам то, что не угодно Ему. Тогда мы изменимся, исполняя то, что приятно Ему. Но вернемся к первому посланию Иоанна. «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем уверенность в Боге и чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Друзья, повторите, пожалуйста, эти слова, скажите «потому что соблюдаем заповеди». А теперь давайте встанем. Неплохо все прошло, правда? Бог любит нас, каждого из нас. Сердце Бога желает слышать молитвы каждого и движимы любовью к нам. У Бога такое сердце, поэтому Он дает нам подобные учения, чтобы мы с их помощью увидели себя и не прятали грехи. В большинстве случаев, после совершения греха, христиане прячутся, как Адам и Ева, черпают уверенность из сомнительных источников. Друзья мои, а где вы сегодня? Утаиваются и покрывают себя листьями неправды. Послушайте, единственное настоящее покрытие – это кровь. Кровь Иисуса Христа. Может быть, у вас трудности? Не убегайте от Бога. Господь говорит «беги ко мне, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Беги за Богом, и тогда Бог благословит тебя». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле, если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok